и снова здрасте и снова это поршень покинул чат и снова мы будем умничать на этот раз я вам расскажу про кондиционер как вы знаете двигатель тут уже был меняный то есть это был swap очень модная и классное слово на самом-то деле вот но есть такая вероятность того что старое крепление от вашего кондиционера если у вас двигатель 1 и 9 м 50 43 она не подойдет на блок двигателя m54 и кондиционер вы поставить не сможете поэтому вам надо будет купить отдельно крепление кондиционера которая у нас идет вместе с роликом соединяется все давай отсюда это не видите но у нас есть фотографии так что мы вам все покажем как она там выглядит значит так смотрите вот это крепление у нас от двигателя m50 м 43 с этими м можно уже и запутаться а вот это вот крепление двигателя м54 значит вот здесь вот вот эти вот отверстия под шурупчики они у нас идентичные они у нас совпадают и компрессор становится нормально но какие могут быть у нас разница в чем они разнятся по вот этим отверстиям которые непосредственно являются отверстиями для вкручивания в сам двигатель в блок видите разницу так дальше дальше у нас разница разница естественно и с этой стороны и с натяжителями вот видите какая так вот на самом деле вы так легко не отделаетесь то есть если у вас есть старый кондер работающий вы перекинули перетрясли двигатель на другой вы будете мучиться долго играться с кондером глядь почему да вот почему смотрите вам придется переделывать трубку как минимум одну которая у вас окажется короткой я уточню я сейчас рассказываю про бмве 46 именно конкретно в этом случае думаю случае будут идентичны если еще раз двигатель с кондиционером 19 меняется на двигатель 2 и 5 м54 значит вот эта трубка у вас будет короткая верхняя трубка и вам ее нужно будет удлинять на 30 сантиметров минимум 30 сантиметров почему потому что потому что вот эти вот крепления вот эти патрубки которые у нас непосредственно к насосу крепятся они изогнуты в своей оси и это ось не даст вам нормально прикрутить сам насос то есть то есть как это происходило вот лично у меня я четыре раза пытался сделать кондиционер многие скажут нафиг надо было мучиться скажем так можно было купить себе кондиционер сразу уже который идет в комплекте с двигателем m54 ну возможно можно было бы но кому хочется тратить лишний раз деньги тем более что кондиционером кондиционер у меня есть и он рабочий вот поэтому как бы жидовская натура проснулась и захотелось экономить ну вот поэтому мне пришлось мастерить значит что мне пришлось тут мастерить кроме вот этой вот трубки которую сами вы никогда в жизни не сделаете и даже не пытайтесь ее удлинить там перепаять несмотря на то что трубки медные они появятся варятся ни в коем случае не пытайтесь сделать это сами почему потому что здесь в этих трубочках находится нихеровое давление здесь если я не ошибаюсь если я не ошибаюсь то по моему тут 15 бар 15 бар в рабочем состоянии то есть когда вы включили кондер когда все это все это хрень штукенция все это работает создается давление которое просто-напросто порвет трубки если вы их делали сами если допустим ставили какой-нибудь штук завальцевали все это дело хомутами стянули на хомуты это не спасет это вы просто-напросто потратите деньги на пустую заправку системы так что вам надо будет обращаться к профессионалам к тем кто занимается обвальцовской обвальцовкой нормальной обвальцовкой вот этих вот шлангов собственно говоря подходящий шланг надо иметь вот и что еще что еще значит полностью переделывается только эта трубка потом у нас еще идет вторая трубка постараюсь показать вот она верхняя вот видите какой изгиб вот это нам пришлось гнуть гнуть уже самим здесь она металлическая поэтому достаточно было ее хорошенько разогреть индукцией и в принципе она уже была податливая послушная нам это тоже пришлось гнуть а почему потому что она упирается в натяжитель цепи в натяжитель цепи упиралась вот этим вот элементом обжимки то есть не пускала даже просто-напросто тупо прикрутить компрессор вот поэтому вот эту трубочку вам надо будет давать вниз и немного в сторону от двигателя это обязательно сто процентов вы столкнетесь с этим в общем что еще ремень ремень останется той же самой ширины но не той же длины стандартный ремень который у меня шел от вот этого кондера двигателя 40 43 он слишком длинный надо брать номер не помню но я вам скажу что от бмв семерочки до от бмв 7 серии подходит ремень кондера сюда как как литой но единственное он немного уже поэтому поэтому как бы на свой страх и риск лучше конечно покупать тот чтобы и пошире этот что как бы паре по каталогу идет к этому номеру к этому номеру двигателя но я экспериментирую с ремнем от семерки посмотрим насколько его хватит но пока что хватает если вы задаетесь вопросом подходит ли насос подойдет ли под крепление двигателя 54 да он подойдет да это возможно это реально возможно даже проще было бы купить трубки кондиционера от двух литров 2 и 5 литрового двигателя но я не был уверен что они впихнутся по креплением в насос двигателя 1 и 9 поэтому мне пришлось колхозить ну как-то так но получилось так что если хотите можете повторять вот это вот все действия вам уже сказал достаточно переделать одну трубку вторую изогнуть и все и пробуйте пытайтесь это работает мы в общем ждем от вас активности пока покажите что мы не зря все это делаем пишите комментарии ставьте лайки ну и будем стараться развиваться дальше все всем пока